Ну что, ребят, кто уже только не обсуждал данную криптовалюту, но самое интересное, как минимум, капитализация у нас меньше в 3 раза, чем уровень объемов. То есть говорит о чем? Что объемы накрученные. И многие не понимают, почему же она попала в топ-44 по капитализации, потому что монеты до хрена. А что такое капитализация? Это не количество влитых денег, я напоминаю. Это цена, умноженная на циркулирующий объем. То есть если умножаются вот эти все монеты, которые в циркуляции, на вот эту цену, то у нас получается вот такая капитализация. Ну как бы всего лишь, хотя монета очень до хрена, там, я не знаю, не миллиарды, а даже триллионы, наверное. Вот, поэтому имейте это в виду. И самое интересное, что вот у нас вышла новость, Ethereum снова приближается к отметке 2000 долларов, то есть FOMO разгоняют. Потом рыночная капитализация PEPI стремительно растет, приближаясь к 1 миллиарду. И цифровая монета, вдохновленная мемами, наблюдает, как рыночная капитализация у нас взлетела. Ну и по сути, вот еще выходит новость, ранний инвестор PEPI превратил 260 долларов. Как вы думаете, случайно ли эти новости выходят на хаях, когда монета там уже на десятки, а то и сотни иксов подросла? Конечно же нет. И по исследовательской, получается, платформе превратил инвестиции 260 долларов в 8 миллионов долларов. Ну и многие, конечно, думают, ага, сейчас я сделаю так же. Зайду на хаях, ну а по итогу прокатятся, сами знаете, на чем. И, конечно же, залистились на Binance и на Crypto.com на известных биржах. И также говорит, что настоящая личность, которая публично неизвестна, является держателем коллекции NFT, популярной серии цифрового искусства, которая еще больше увеличивает его цифровое портфолио. Ну и его цепка удержания токенов PEPI, несмотря на значительный рост цен, подчеркивает преобладающую тенденцию долгосрочных стратегий. Какие нахер долгосрочные стратегии в мемкоине, тем более в таких щитках среди инвесторов в криптовалюту? Однако, учитывая присущую рынку криптовалюту волатильность, остается неясным, сможет ли PEPI сохранить свою восходящую траекторию? Ну, конечно же, бесконечный рост невозможен. Вот у нас залистили FLOCKI, вот у нас залистили PEPI, ну и, конечно же, многие ребята воодушевились. Ну и пошла коррекция. О, боже, какое совпадение, да? Ну, по-моему, читаемо-ожидаемо. То есть вчера был листинг, да, условно говоря, там планировали, ну и после этого обвалили цену. То есть FLOCKI вернулся, ну давайте глянем по PEPI, что он там на какой-нибудь, на MXE, да? Вот, я предупреждал, кстати, я вчера давал рекомендацию, вот в Телеграме она у меня выходила по поводу того, что, ребята, кто в плюсе, фиксируйтесь всей позиции. И, соответственно, рекомендацию я давал еще в 17.28, то есть еще, по-моему, до листинга. И многие могли фиксануться на вот этой свечке, то есть практически на самых хаях. Ну, если кто не верит, можете перейти мой в Телеграм-канал и посмотреть. Кстати, я напоминаю, что у меня закрытый клуб цены повышаются на 30% уже с 1 июня 2023 года, поэтому успевайте. И порог входа с 5000 долларов повысится до 10. Поэтому, кто хотел успеть, оставляйте заявку, либо пишите в личку. Ну, в принципе, вполне ожидаемо, что будет коррекция. Многие, конечно, думали, да, ну не, сейчас будет рост бесконечный. Ну и что, бесконечный. Поэтому после этого, как минимум, она уже взлетела, как минимум, там на 30 тиксов практически. Если посчитать суммарно, может даже и больше. Ну, в зависимости от того, где вы ее покупали. Может, она где-то на преселе продавалась, я не знаю. Но все равно, кто заработал, можно было вчера выйти на хаях. Ну, тем более, когда вот такой одной свечой мы ходим там на 3 икса, то это уже жирный показатель, что нужно фиксироваться. Тем более, она дала просто молниеносные какие-то иксы. Объемы тут были лютые, прям аж триллионы. Ну, понятное дело, потому что монет до хрена. И, конечно же, вчера идеальный момент был, чтобы фиксироваться. Ну, даже если бы вы вышли вот здесь вот по там 3 и 8, там это все равно идеальный момент, понимаете. Сейчас, ну, опять же таки, тут уже дело каждого, но вероятнее всего она будет дальше сыпаться. Если вдруг она, конечно, тут проконсолидируется, покажет какое-то накопление, может сходить дальше. Но маловероятно, я думаю, это уже финалочка была. Потому что после таких сильных движений, тем более объемы у нас, видите, начали падать. Последний памп какой-то был, может даже по шартам сбрили частично. И после этого монета укаталась. Поэтому кто там надеялся, что вот там, видите, 5 числа выходили вот эти новости, как раз таки вчера. О, боже, какое совпадение, да, что 260 долларов 8 миллионов. И типа чувак там нацелен на долгосрочную стратегию и нифига не фиксировал. Ну, уже смешно. Поэтому я вчера говорил, можно было бесплатно, я давал рекомендацию, можно было зафиксироваться на самых хаях. Поэтому всем удачи, всем пока, кому интересные рекомендации в закрытом клубе. Милости прошу, да. И, соответственно, по данной монете ничего она абсолютно из себя не представляет. Поэтому смысла я заходить сейчас, естественно, не вижу, потому что хаи, она уже свое отработала. Всем удачи и всем пока.